И там еще на поле бы так зацепить Друзья, добрались, вот такой снежок, белорусский, что угодно Вроде пока инерция есть, но пробуксовка тоже присутствует Давай, родной, давай, давай Сжига сбавляю, чтобы зацеп был Чтобы буксов не было Давай, давай, родной Буксовать нельзя, лед Друзья, всем привет Отъехал зимний контент Сегодня первый день весны, 1 марта А у нас на поле снега вот столько В принципе, как везде На пашне вообще кочки голые Грузим солому Остатки у нас мы не успели вывезти Попали в метель, где-то в середину декабря И в общем, после этого еще снега были Но были оттепели, снег весь сел Вот, и в общем, по полям, по полям мы приехали Свободненько Единственное, не быстро, в силу того, что Слой не толстый, но трясет Очень трясет И это 10-12 километров, больше не двигаемся А расстояние где-то порядка, наверное, 11-12 километров Ну, короче, час мы ехали Вот Пять телег у нас здесь, на двоих Нам надо бы сегодня перевезти Двенашка грузит, Андрюха грузит В общем, я вот так вот топорю телегу Чтобы она не двигалась, когда он заталкивает рулоны Четыре пары вниз, четыре пары вверх 16 рулонов Пришлось скинуть нож Потому что в некоторых местах Колея, по колее можно идти По снежной Вот Но ножом можно упереться И снег плотный невозможно Вот В местах посадок, переметы, вот это вот все Пришлось нож скинуть, но там три пальца недолго Прямо буквально 10 минут Вот он Вон он, видите, как Толкает У меня аж Переехал трактор, надышло Сильно можно Ну ничего Затолкал вроде Да, нормально Можно, в принципе, съезжать Отец приезжал вчера на фронтальнике Растолкал И дорогу кое-где растолкал И здесь вот Откопать Ну, костюм ножом вообще нереально Шнег он А как бетон Солон Солонка, а то нам будет здесь потянуть Я уже загрузился Вон с того Наметика Этот вот Новый Крайний он будет Больше салона нет В общем, пока погрузка идет Так, четвертая пара Танцюм Морнафи, рад Ам, блин, заскочила Обычно с ножом уже ездим, когда снег И это, ножом уперся, через нож не перескакивает Колеса крутнулись Но ничего Продолжение следует Клея трактора и прицепа не попадает Что ты, термосы все подколят Здесь уже, дальше свободненько Так, вроде все нормально Надо посмотреть, телегу пойти Колеса Колеса, колеса Колеса нормальные Колеса нормальные Все, друзья, закинули, решили, короче, еще Два штучки загинули сверху Посчитали, посчитали У нас четыре на дороге валяются с прошлых разов Вот, и прикинули У нас это немножко не получается Будем пробовать, чтобы в третий рейс не ехать с одной телегой Будем пробовать сейчас зацеплять за двенашку две телеги Ну, короче, у нас останется три телеги здесь Будем пробовать сейчас Рейс сделаем Зацепим, задвинуть Две тележки В принципе, дорога нормальная Довезет Все равно быстро не едем Трясет просто А сложностей-то нету Он тяжелый, я да, пошел Довезет Просто единственное, две тележки зацеплять От Марокко Но это все-таки лучше, чем терять 2,5 и 2, 2,5 часа Чтобы приехать с этой телегой Стретью Сюда отдельно Дорога далеко Не далеко, а долго просто Просто дорога Объем на полике все стартуем что у нас там по времени там по времени у нас 22 12 я никак бугор не возьму фуксаную лед сразу фуксует трактор вот пытаюсь накат брать ну чё-то по-моему дальше чем никак скорость я здесь потерял слишком близко к андрюхе держался и блин пришлось остановиться остановился и все помаленько поднимаюсь но по-моему нифига не заеду не чуть быстрее передашь включаешь буксует нету зацепа лед галю андрюх он уже едет у меня взад подтолкнет и мы проедем по-любому ну блин так-то уже подальше пробрался если долго мучиться что-нибудь получится на повышенный без толку вот только накат делать без буксов до тех пор пока буксовать не начнем вот буксовый буксовый начинает пробовал брать туда но там вообще пузом чирпаю новый след делать это нет нифига нет без толку да зимой себестоимость перевозки себестоимость рулона вот с такими перевозками ай-яй-яй как возрастает вот подтолкни ли не подтолкни до да всего-то 10 метров каких-то надо было мне подняться а здесь уже сам по тени вижу что андрюха отстал но это ладно в следующий раз так же можно будет сделать вот как он будет подниматься с двумя телегами может придется рассыпляться или еще что-то не знаю надо смотреть восьмая повышенная вперед перед бугорком надо взять немножко скорость инерции набрать телеги надо подниматься с двумя телеграммами но нет здесь свободно подниматься с двумя телеграммами подниматься с двумя телеграммами вот что я взял на дорогу соответственно дорога в яме и в этой яме все задуман попавшим говорят припоем Ну, местами ничего, местами вот так вот, полземте хоть, осталось, вон уже водонапорная башня, видать, метр пятьсот осталось, и все прибыли, чтобы сгружаться. Есть. Чистенько. Все, село. Кстати, надо попробовать, вот здесь вот дорога попрямее маленькая, минуты семь сэкономим. Надо было здесь ехать, просто приходится объезжать. Без передка еду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А здесь уже снега побольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, какой снег красивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На снег это не пойдет. Телега нас здесь заякорит. Ладно, я хоть здесь не поехал с телегой. Хотел напрямую. Отех, у нас бучаемся, что-то как-нибудь. А что, пролетит, нет? А, на Отех, вот здесь ездится. А, тогда, что? Давай, дальше. И там еще на поле бы так зацепить. Все. Что так? Это я тогда себя руками подкатил под Болгород. Звук кольцов. Звук кольцов. Что, нету? Может это попробовать накачать? А если нет, то что будем делать? Что, я поехал за той? Давай, да. Посмотрю пока. Привез телегу, блин, вроде колесо слабоватое было, думаю, накачают. А пока сюда доехал, да гомна, блин, она вообще спустила. Е-мое. Еще одна телега у нас есть, сейчас надо ее глянуть, видно, что у нее там колеса. Вроде бы колеса целые. Теперь задача засыпить ее. Точнее долбить, наверное. Примерно нет. Вроде бы нет. А сил не хватает. Отлично. Аплодисменты. Аплодисменты. Есть! Так, ну все, зацепился. Теперь задача ее струнуть. О, отлично! Поехали! Дышло, примерзло, блин! Круг не поворачивается. Сейчас оторвелся. Ага, все, пошел. Пошел поворачивать. Здесь, ехали по полю, вроде бы все ровненько, ровненько. Решили немножко сократить, я там сократил, Андрюха здесь взял. И вот что-то немножко резинку какую-то поймал и подзакопался. Смотрю, лопатой наяривает. Оцепил телегу, еду сейчас. Блин, нифига. А, он поверх ушел и провалился. Да, непонятно, то ли ты едешь по земле, то ли едешь нифига уже не по земле. Так, ну, тут вот озинку видать, значит, по земле все тут. Андрюха контент делает. Ха-ха-ха. Тут что, глубоко? Да, вот там глубоко. Блин. Или назад? Нет, отцепить телеги, я проеду сам. Потом зацепить. Потом прокатать маленько. Ну смотри. А то может строкой зацепить. Можно. Ложно. Ну-ка, оттыкни вот сюда. Ага. Может здесь мельче, нет? Сейчас буксаную и тоже сяду, да? Да нет. Нет, земля. Ну да. Чё, давай попробуем зацепиться. Может я тебя дерну? Да нет. Да нет. Две есть. Много по-деми. Хочу. Я еще передок забыл включить Нет, только отцепляться Вот это снег Все, отъезжай Все, отъезжай Ух ты, блин, сколько маши просто Вдвое? Автопоезд Свободно Метра не хватило инерции Друзья добрались Вот такой вот снежок белорусик держит Скоро угодно будет 45-3 Трем часам погрузимся, покушаем Заступы до дома доедем, дай бог думаю До пяти ты должны достичь Просто две телеги сейчас Тянул двинарь, конечно, по-другому Огруженный будет вообще интересно Но доберемся Сейчас Погрузка Держимся Бах Оп Есть Шесть штук лежат Еще два Погода вообще благодать Офигенно Тепло Тепло Сегодня пятница, завтра суббота А значит завтра рыбалка А в такую погоду Обалденно Обалденно Я знаю, градусов 5 Может на улице Но на солнышке В общем На покрышках Там где что снег Если Присутствует То он тает На металле В принципе Вот Видите вода Солнышко греет Весенний уже Месяц и вперед Подготавливается Еще много Много Две двадцатки На разборе В одной коробке Во второй Мотор новый Везем Двинарь Вот Надо тоже Вскрыть Посмотреть Что-то у него Коробка Подклинивает Непонятно Но По-любому Снимать кабину Загонять Потом Вот В принципе Готово Там по мелочам Посмотрим Немного Так еще Я хотел сделать Распределить У меня у кого будет Так еще Ключо Ключо Доделал В принципе Что еще Мы там Загоняли Что же мы делали А Заправщик загнали Переделали Насос Модернизируем Там Еще в процессе Недельку Еще повозиться Какие дела Какие дела Как бы Пока ждем Запчасти на двадцатку Самое главное Две двадцатки И двеная Лучше хоть за месяц сделать Остальное В принципе Двадцать три семьдесят пять Мой Надо Колоть И Протачивать Посадочное место Для посадочного Центрального Этим будем Уже по теплому заниматься Потому что Либо надо Рассказывать И клонить его Либо надо Яму двухметровую Вот Либо 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 он нигде у нас Не умещается Мастерскую Поэтому Только Когда придет Тепло Сухо В принципе Не тепло А хотя бы сухо Ну вот Такие дела Есть чем Позаниматься И чем Позаниматься Финишный Финишная Фара Так Все Погнали Ставить телегу Хо-хо-хо-хо-хо Залез Залез А теперь слазить Опа Нормально Ноги целые Блин Фиг порвешь Так Эта телега будет Первой Друзья Догружаем Немножко мы выбились из графика У нас была поломка Сдернул штуцер С гидроцилиндра Резьбу Соединение Там Грубо говоря Штуцер Заворачивается Одна Резьба Сюда А второй Частью выход На МТЗовский шланг Вот Выдернула Где МТЗовский шланг Вот Резьба Две нитки Корячились Корячились Такого штуцера Больше переходного нету Подбирали Из трех наверное шлангов Подобрали только лишь один Которого более-менее Повыше гайка Чтобы резьбой зацепиться И в итоге Провозились час Наверное с лишним Вот И это Выбились Ну в общем Сейчас загружаем Так Здесь у меня все Здесь у нас первый ярус есть Сейчас Андрюха второй ярус загружает Я пока Горячее питание готовлю Горячее питание у нас Время пол пятого Блин Хотели приехать пол третьего покушать И потом грузиться Нифига Нифига Долго Главное если мы поедем Еще без Буксования До дома То слава богу Ништяк все будет Но чую что Не знаю По светлому получится Нет Тут у нас Кипяточек в термосе был принесенный Сейчас И сваренные Шпикачечки Из дома Сейчас это все дело Еще подогреваю До кипения довожу Шпикачечки нагреются И вода закипит В общем Дошики заварим Покушаем И будем стартовать Пол пятого Еще ниже рамки Блин Но ничего Бывает 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 Такое Вам и концерт Ну еще раз повторяюсь Бывало Попадали Что в метель Ветер В жопу самую Здесь пока еще Все нормально Еще главное Колеса 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 Постоянно у нас Проблемы с колесами Телег дофига Колеса нет Нет Начинают подводить Как мы уже сегодня Взяли телегу Немного Колеса Как обычно Последний рейс И начинается Пляск А Кстати Что там возможно Видишь Отлично Как раз Ништяк Андрюхе Одна телега Поедет Половину Загруженный Погнали Пока Дошик У нас Заваривается Погнали Зацепляться Чую Обратно Дорога будет Интересная Но 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 У нас Есть Топливо У нас Есть Две чалки У нас Есть Лопата Соответственно Соответственно Как Никак А Приехать Мы Приедем Вопрос Ну А, блин, попадает чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok Попадем, не попадем. Блин, немножко. Может залезет? Может залезет? Чуть-чуть. Чуть-чуть, блин. Чуть-чуть. Есть! Есть! Андрю, хорош! Есть! Есть! Андрю, дай вытючку! У меня есть проволока! Ну что, друзья, покушали. Время 5. В общем, самое интересное только начинается. И что самое интересное? Самые-самые этапы, самые жесткие, это будет около села и как раз под закат практически. Время 5, ну в 7 уже все, закат будет. Два часа у нас есть на расстояние, сколько? Ну, 10-11 километров. Ну, итак, друзья, первый мой подъемчик, где я могу не справиться. Лед, а зимка, а там лед. Ну, не знаю, сейчас попробуем. Короче, в прошлый раз я остановился на этом месте, поэтому не тронулся. Сейчас беру, короче, шестую повышенную и пошел. На восьмой пониженный или повышенный слишком быстро, и трактор начинает подбуксовывать и прыгать. Поэтому вот такая самая стабильная, это шестая. Вроде пока не буксует, зацепляется. Вроде пока инерция есть, но пробуксовка тоже присутствует. Давай, родной, давай, давай, давай. Жига, сбавляю, чтобы зацеп был. Чтобы буксов не было. Давай, давай, родной. Буксовать нельзя, лед. Ааа, чуть-чуть, чуть-чуть, давай, давай, давай. Давай, 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 зацепился. Есть контакт. Есть. Я вышел. Все. Отлично. Дальше, как минимум, километр у меня свободной дороги. Без проблем. Вопрос сейчас с Андрюхой. Но я думаю, он тоже зацепится. Потому что я ему не набуксовал. А до этого он встал. В горку не поднялся. Он встал, начал трогаться, набуксовал мне. И я уже в горке стою. И, короче, он снял слой. И я уже не могу ни разогнаться, ничего. Не получалось. Поэтому он не оттолкался. Сейчас же все нормально. Андрюха выходит на горку. Вот я смотрю. Сейчас он у меня в зеркале, конечно, пропадет. Но я вот здесь вот под бугорок встану и буду смотреть. Возможно, придется его потащить. Но тащить 7-тонный трактор, 3-тонным, конечно, такое занятие. Вот если наоборот, то да, можно, говорить, тащить. А я так, если только позоровать. Вот он тоже мотылькается. Потихоньку в букс уходит. Сейчас если он встанет... А он встанет. По-моему, он... Нет, вроде бы ползет. Блин, еще чуть-чуть. Еще 10 метров. Вроде бы, вроде бы, вроде бы. Блин, давай, 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 потихоньку. Идет, 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 идет. Качается, но идет. Так, двинарь зашел, считай. Да, пик горы закончился. Все, больше километра. Теперь у нас свободные дороги. А дальше по ситуации. Дальше мы можем привстать. Если мы там привстанем, то все, это по-любому расцепляться. Потому что там, даже если я ему буду помогать чем-то... Ну, я ему ничем не помогу. В сцепке, когда будут две телеги у него. Да, все. Андрюха вышел, отлично. Так, друзья, ближе к дому. Интересная дорога. Ползем 6,6. 6 километров. Шестая повышенная пока. В общем, где по Насту едем, где проваливается телега, где трактор проваливается, где до земли достаем. И вот это вот все пробитое неоднократным проездом и нас, и соседнего хозяйства. В итоге... Больше мы ничего не можем сделать. До этого у нас, блин, вот это вот боком опасные вещи. Очень... Блин, телега проваливается на ширину, на высоту шины 9х16. Глубже, чем трактор. Вот это вот тоже. И корица, считай, об этот снег. Он как песок. Сильно боком. Даже по диску. По тормозной. Газовать быстрее никак, скорость быстрее никак. И в итоге приходится держать в натяг трактор. Ну, трактористы, кто работает, знают, что такое натяг. И что иногда... Не иногда, а... В основном это работает, нежели топить газ, и когда уже буксуешь. Газ топить надо, когда у тебя есть какой-то промежуток, там 2-3 метра, что-то перескочить, проскочить, пробить. Да, но когда у тебя спереди такая же песня, во-вторых, не разогнаться. Тут только на тягах, только аккуратно. Вот. И колея тут, вон, блин, раздудырканная вся. Потихонечку ползем. Но пока не буксуем, пока нормально. До этого почему было лучше? Потому что с обоих сторон поля были... Вот сейчас вот тоже наклон. Правая сторона в яму, а левая сторона на снега. Телега болтается. До этого поля были интереснее, потому что либо дисковка, либо все фазимы. А здесь с обоих сторон... Блин, не могу даже сказать. Напрягаюсь, чувствую трактор. Вот. И это... Здесь с обоих сторон пашни, дорога в яме, как я уже говорил. И вот это вот все в туннеле, грубо говоря, едем. Так вот потихонечку. Здесь тоже, блин, очень фигово в распах. Вроде бы тянем пока. Давай, родной, давай, 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 давай. Натяг, натяг. Есть натяг. Забуксовал. Назад, если катнется, значит выйдем. Если не катнется, значит не выйдем. Немножко катнусь. Блин, зарываюсь. Зарываюсь. Только качать. Ну, качать на Беларуси, когда сзади четыре колеса и точно такой же вес, очень плохо. А то и никак. Попробуем накатать сейчас. Без буксов, без всего. Давай, давай, родной, давай. Вот. Про что я говорил? Накат. Натяг. Вот этот рулон заберем сейчас. Фух, блин. Вот в этом надо чувствовать технику. Когда ты стоишь не на асфальте, не на жестком, а под тобой еще слой снега. И ты, если буксанешь, проваливаешься. Вот этот вот момент сцепления колес с поверхностью нужно уловить. Блин, где же мне остановиться-то поровней, чтобы можно было тронуться. Немножко назад сдадим. Здесь тронемся. Андрюха едет потихонечку тоже. Ну, отлично. До сюда вы доехали, это уже хорошо. Вот про что я говорил. Вот пашня, свал. Вот здесь вот дорога в туннеле. Вон соседский Т-150 шел. Не смог пробиться. В итоге пришлось перелазить на пашню. В итоге мы едем сейчас по пашне. Попадаем то в борозду, разворотную, ну, не разворотную, ну да, разворотную часть, когда запахивали, борозда, то в борозду, то одна сторона идет, то здесь вот еще земли нет. Здесь земля еще черт знает где. Трактор идет здесь. Здесь вот не проваливаю. Здесь правая сторона внизу. Телега вроде пока не тонет. А там места, где рыхло, где вот я как раз буксовал, начинаешь месить, трактор углубляется. Соответственно, телега потом, еще во-вторых, телега не попадает в колью трактора. Вот. Это тоже один из моментов. Потом вон, видите, сейчас пока Андрюха едет, покажу. Вот, снег, это просто бегай свободно, не проваливаешься, ничего. Вот в чем сложность была. Это не земля, ничего, это просто прыжок на пласт снега. Поэтому здесь начинается меситься. Телега здесь, трактор там, начинает месить. Как раз в этом месте я и подзастрял. Но, благо, есть назад катнуться. Вот, докуда катнулся. Вот, видите, нога провалилась глубже, чем телега шла. А здесь песок. Песок и снега, имею в виду. Да, вот так вот бывает весело, но деваться некуда. Это рулончик наш потерялся. Надо его немножко подальше откатить, чтобы Андрюха телегами не попал как раз на выступ в моменте остановки. Будет фигово. А теперь можно и развернуть. Да, как раз растянется. Давай! Сходу не так. Немножко не так. Есть. Есть. Пока ползем. Еще, кстати, знаете, что заметил? До этого, когда мы по этой дороге ездили, то есть мы вдвоем возим 82-ка, 12-ка, телеги и соседнее хозяйство 2Т-150. Телеги у всех одинаковые, 2ПТ-С-4. Вот. И получалось, что то мы, то они, ну, грубо говоря, мы в свой след никогда не вставали. То мы приехали, они проехали, то потом мы проехали, они проехали. Ну, то есть они в свой след не встают, и мы в свой след не встаем. То есть Т-150 у него, во-первых, резины шире, во-вторых, колея больше. Он все рушит, обваливает, а телега режет колею. Вот. И все. И это все рыхлое мероприятие остается. Вот. Нам встал. Нам перед нами, грубо говоря. А сейчас... Блин, вот здесь я нормально пристал. А сейчас они проехали, а после них проехал 82-й Беларусик. Вот я намного комфортнее сейчас еду после 82-го Беларусика. Он ехал, просто он погрузчик у них. Он ехал без телег, без всего. Грубо говоря, я в свою колею встаю уже. Хе-хе, докачался. Да. Сейчас выйдем. Не дадим зарываться ему. и выйдем. А, вот теперь зарывается. Что-то походу мне Андрюха под зад пинок дал. Сам вроде я качал, но по-моему удар был. Андрюха наверное меня все-таки подтолкнул. Ну что, друзья, прибыли благополучно, без буксований. В общем, отлично все. Опа! И чуть-чуть не по ногам. Так, скрепку сюда. Сейчас Андрюха подъедет, у него одну телегу отцепим, себе зацепим, свалим и домой. По светлому в общем доехали. Блин, привычка, где бровка чуть неровная, рука на рычаг тянется опустить, подровнять ножом, а ножа-то нету сегодня. Ну что, завтра, завтра будет. Вот так вот, из-за двух рейсов пришлось потратить сегодня день. Ну что, зато поля чистые к весенним работам. Пришлось ножик снимать, но это, грубо говоря, там 10 минут ставить, 10 минут отцеплять. Три пальца, грубо говоря. И вся песня. Все, трактор в мастерскую загонять не будем, чтобы там попросторнее было работать. На улице минус 5, подогрев есть, в случае чего на полчаса и погнал. Вот как крутнул зажигание. Момент подачи, зажигания нету дизеля. Я думаю, идеально. Нифига не поздно. чё, на улице оставим? Там минус 5 передают. блин, не вижу нифига. Старый стал. не вижу. Нифига. Три. Так, Андрюха на своё место ставит Он задом будет загонять? Или так поставим? Так, куда же мне поставить-то? Ой, оттуда, где у меня ножик, наверное Чтоб переноски хватало, вот что представляемся И при этом, чтобы ворота не мешались Потому что что-нибудь загнать, отремонтировать Эту технику как бы не каждый день запускаем Двинарь редко 82-ку по нужде там Или что-то перевести Или когда будет снег Куда заезжаем? Ну да, туда я его сейчас поставлю Вот у меня ножик лежит Кстати, обзорчик всё никак не запишу на Long King Фронтальник, он у нас уже тысячоночку отработал Два сезона Хорошая тачка Китайцы умеют делать Боязнь была Но вы не поверите Он нигде не потёк, нигде ничего не развалилось Всё-таки Умеют китайцы делать Так, всё, прибыли На этом ролик заканчиваем Всем спасибо за внимание А дальше у нас Чё-нибудь ещё поснимаем Найдём до Барновки Чё поснимать интересное Так что дальше интересно Прибыли Студить мне здесь нечего Турбины у меня нет А мотор Тепло своё уже Предельно отдал Поэтому 2-3 минуты Не к чему Охлаждать Так, собираем свои манатки И вперёд Субтитры сделал DimaTorzok